Празднование дня родного и любимого поселка в Жаворонках началось с самого утра. Громкая музыка, радостные возгласы и смех доносились по всему сельскому поселению. Для односельчан и гостей местная администрация организовала семейные спортивные соревнования «Папа, мама, я». Мастер-класс «Русские забавы», вернисаж для юных художников и различные аттракционы. Развлечения по душе нашлись для каждого участника праздника. Помимо различных развлечений, таких как батут, конкурсы, публика приняла на ура танцевальный конкурс. Как вы видите, все движения выполняются синхронно, дружно, а главное весело. На торжественной части праздника глава сельского поселения поздравила юбиляров супружеской жизни, отметила многодетных и новорожденных, ведь цыплят, как известно, по осени считают. Концертная программа под названием «Творческие жаворонки», представленная сотрудниками культурно-досугового центра «Молодежный», прошла красочно, весело, а главное зажигательно. Творческие коллективы «Капельки солнца», «Линия танца» и «Родные напевы» неоднократно становились лауреатами и призерами многих московских, подмосковных и международных конкурсов. Благозвучное и мелодичное название села Жаворонковское говорит само за себя. Здесь даже воздух словно пронизан птичьими трелями и благостью. С добрыми словами напутствия к односельчанам обратился местный батюшка. Желаю вам, чтобы в вашем сердце, прежде всего, самое лучшее, самое светлое место принадлежало Богу. Потому что Господь говорил «Сыне, дай мне сердце твое». Желаю, чтобы каждый из вас был достойным сыном, уважаемым родителем, прекрасным сотрудником и просто братом и сестрой. С праздником, дорогие односельчане! Отсутствие промышленных предприятий, близость Москвы, наличие всех необходимых коммуникаций и развитая инфраструктура делают Жаворонки привлекательными для отдыха и постоянного проживания. После того, как в 19 веке здесь была сооружена Александровская железная дорога и построена платформа 34 верста, населенный пункт стал активно развиваться. Сегодня очень много было поздравлений от жителей, они очень добрые такие пожелания. Мне было приятно, что нашу команду поддерживают, что мы любимые, что нас одобряют, что эти слова добрые, они помогают нам, дают нам силы. Праздник не заканчивался до позднего вечера. Свой творческий подарок гостям сделал и молодежный народный театр-студия «Крылья». Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.